Здравствуйте! В прямом эфире программа события новости большого города на Средней Волге вам готовы рассказать наши журналисты и я, Инга Пеннер, главная тема выпуска. Закрутят гайки в регионе и могут ужесточить режим самоизоляции. Будет как новенький, Волжский проспект приводит в порядок после зимы. В советском и железнодорожном районах коммунальщики сегодня в тонусе. Глава города отправилась туда с инспекцией. С ограничениями, но работают, как ЗАГС регистрирует рождение, смерти и браки в новых условиях. Принимая дистанционно и по предварительной записи в Самаре открылся еще один центр занятости. Сделался выбор, не выходя из дома. Самарский университет провел день открытых дверей в режиме онлайн. Малый и средний бизнес, который пострадал от пандемии коронавируса, может рассчитывать на прямую финансовую поддержку от государства. Речь идет о компенсации зарплат сотрудникам в размере 12 130 рублей на одного человека в месяц. Эти выплаты будут безвозмездными. Единственное условие – фирмы должны сохранить 90% своих рабочих. Предприниматели могут подавать заявки на эти выплаты уже с 1 мая. Об этом сегодня заявил президент России Владимир Путин во время совещания с членами правительства. Глава государства поручил министрам доработать список стратегических предприятий. Кроме того, регионам страны выдадут 200 миллиардов рублей на сбалансирование областных бюджетов, в том числе и на зарплату бюджетника. Также из-за сильного понижения пассажиропотока авиационным компаниям направят в качестве поддержки 23 миллиарда рублей. Очевидно, что потребуются и новые решения. Причем как по экономике в целом, так и по отдельным отраслям. Такие решения нужно готовить уже сейчас. Консолидировать необходимые ресурсы. По каждому из базовых опорных секторов экономики прошу оперативно проработать и представить конкретный план действий. В том числе по поддержке программ импортозамещения в промышленности. Самарской области могут ужесточить контроль за соблюдением жителями режима самоизоляции. Об этом рассказал глава региона Дмитрий Азаров в своем инстаграм-аккаунте. Не хотелось бы, что называется, закручивать гайки. Вы знаете, что есть инструментарий. Этот инструментарий – это электронные пропуска, которые мы подготовили и можем ввести на территории региона. Целый ряд других ограничительных режимов. Но гораздо важнее, чтобы каждый из нас соблюдал режим самоизоляции. К сожалению, индекс самоизоляции, который ежедневно оценивается, показывает, что гораздо большее количество граждан находится на улице, а не дома, либо на своем рабочем месте, рассказал губернатор. С 15 апреля сотрудники полиции ужесточат контроль и уверен, что количество штрафов, которые будут выписываться, также возрастет. Таких штрафов выписано уже 244, заявил губернатор. Между тем, самарские полицейские уже усилили патрулирование улиц. Лариса Шлафаст убедилась в этом. Самарские полицейские напоминают горожанам. В городе продолжает действовать режим самоизоляции. В связи с угрозой распространения на территории Самарской области коронавирусной инфекции введен режим самоизоляции. Из-за эпидемии коронавируса выходить из дома можно только в аптеку, в магазин за продуктами или для того, чтобы выгулить собаку. Причем уходить от дома можно не дальше, чем на 100 метров. Проводить проверки полицейским помогают общественники. Они проводят профилактические беседы и раздают многоразовые маски. Не все люди до конца с полной ответственностью понимают ту проблему, которая сейчас во всем мире происходит. Поэтому, естественно, нужно быть обязательно в средствах защиты, обязательно соблюдать расстояние. Нарушители режима самоизоляции привлекают и к административной ответственности. Штрафы за это увеличены. Они составляют от 15 до 40 тысяч. Соответствующие изменения внесены в кодекс об административных правонарушениях. За нарушение режима самоизоляции, за нарушение санитарно-эпидемиологических норм предусмотрена административная и в исключительных случаях уголовная ответственность. Контроль усилили и на городских дорогах. Сотрудники ГИБДД проверяют документы и интересуются целью поездки. Всего в Самаре больше 160 человек нарушили режим самоизоляции и будут наказаны. Еще больше 80 человек ответят за то, что не подчинились требованиям полиции. Лариса Шлафаст, События. Для больных коронавирусом в Самарской области организуют дополнительные койко-места. Об этом стало известно во время заседания оперативного штаба. В Самарской области уже создали 1160 койко, из них 733 с кислородом и 190 с аппаратами искусственной вентиляции легких. Сейчас пациентов с COVID-19 госпитализируют в три самарских больницы и одну Тольяттинскую. Однако, если статистика заболеваемости ухудшится, в Самарской области задействуют ресурсы всех медицинских учреждений, не только государственных, но и частных. А в случае необходимости обратятся к лечебным учреждениям Министерства обороны страны. В ближайшие дни в регионе планируют делать тысячу тестов в день. Запасом тестов и реагентов на сегодняшний день лаборатории области обеспечены. К этой работе также подключились частные лаборатории. И теперь сомнительные анализы не будут отправлять в Москву и другие регионы. По мнению руководителя областного управления Роспотребнадзора Светланы Архиповой, это ускорит диагностику. Получать результаты анализов специалисты будут на следующий день после проведения анализа. Между тем, глава ведомства рассказала, что ОРВИ и грипп диагностировали за последнюю неделю у 6 тысяч жителей региона. При этом наблюдается снижение уровня заболеваемости почти на 35%. С начала этого года в регионе было зарегистрировано 1138 случаев пневмонии, в том числе 386 за последнюю неделю, что меньше предыдущего показателя на 12%. Напомню, что по последним данным в Самарской области диагноз коронавирус подтвердили у 40 человек. 14 из них вылечились, всего же в России 21 102 больных, у которых нашли коронавирус. Самарские ЗАГСы сейчас работают в условиях ограничительных мер. Такая ситуация в регионе складывается с 13 апреля. Граждане по-прежнему могут вступить в брак, оформить свидетельство о рождении или смерти, только с соблюдением необходимых условий по предварительной записи, по телефону или через портал Госуслуг. Как это работает на деле в нашем сюжете. Уж замуж не втерпешь. Если любовь нечаянно нагрянет, зарегистрировать брак можно, как и прежде, через месяц после подачи заявления. Для этого нужно позвонить на номера телефонов, размещенных на сайте ЗАГСа, или подать заявление через портал Госуслуг. Но в условиях карантина на церемонии смогут присутствовать только жених и невеста. Если же хочется пышного торжества, вступление в брак лучше отложить. В зависимости от санитарной и психологической обстановки в целом Российской Федерации, я думаю, что мы все обращения граждан индивидуально рассмотрим, и никакого коллапса в органах ЗАГС не будет. Поэтому мы приложим все усилия на разных площадках, будем осуществлять регистрацию брака, чтобы было событие праздничное, торжественное и запоминающееся на всю жизнь. Пока торжественные церемонии переносятся на начало лета. Сотрудники ЗАГСа говорят, влюбленные ждать готовы, особенно женихи. А вот новорожденные режим самоизоляции нарушают и появляются на свет, когда им заблагорассудятся. Поэтому свидетельства о рождении выдаются в обычном режиме. Андрей Александров сегодня регистрирует первенца. Говорит, этого события они с супругой ждали пять лет. Сына назвали Артемом. Никаких проволочек с получением документа у них не было. Я давно уже знаю, что есть там госуслуги. Давно пользуюсь, очень удобная штука. Единственный момент, что, конечно, первый раз я оформлял через госуслуги рождение сына. Ну, в принципе, ничего страшного нет. Там просто потребовалось еще участие супруги. То есть вдвоем получается совместное согласие нужно было давать, на заявление писать. Ну, заняло это в конечном итоге десять минут. Достаточно быстро разобрались. Вот, поэтому, ну, удобно, практично. Мне понравилось. Бумага, на самом деле, на мой взгляд, не так важна. Важен сын, который долгожданно, на самом деле. Мы очень давно его ждали, там, в протяжении пяти лет. Поэтому, ну, бумага – это уже такая формальность, на самом деле. Дмитрий Карпачев также приехал получать свидетельство на первенца. У них с супругой родился сын Лев. Я вот позвонил сюда, у меня назначили время. Все очень оперативно. Вот я приехал, собственно говоря, получить документ долгожданный. Очень все удобно, легко, без каких-либо проблем. В одном из регионов России, если верить публикациям в интернете, супруги назвали сына ковидом. По словам работников региональных ЗАГСов, самарские родители настроены более консервативно. Среди женских имен лидирует Софья, а мальчики чаще всего становятся Александрами. Виктория Шарая, Василий Колдашов. События. Государственные услуги мигрантам по-прежнему оказывают в полном объеме. Чтобы находиться в регионе, на законных основаниях они должны переоформить патенты для работы, действие которых закончилось. Выдача готовых документов производится с сотрудниками отдела по вопросам трудовой миграции. Многофункциональном центре расположено по адресу кабельная 13А. Чтобы получить такой документ, иностранец должен сфотографироваться и пройти доктилоскопию. Поэтому личное присутствие необходимо. Вся процедура занимает не более 10 минут. Следует отметь, что в целом миграционная ситуация, сложившаяся в регионе, показывает на увеличение количества иностранных граждан, желающих легально начать трудовую деятельность. В целях соблюдения мер по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции прием заявителей проводят сотрудники в масках. Соблюдается дистанция с заявителем. Для этого на окнах прием установлены защитные стекла. Пока мигранты стоят в очереди на улице, они должны тоже соблюдать дистанцию в полтора метра. И за этим следит наряд полиции. Усиленные меры по наведению чистоты, как дезинфицируют и убирают подъезды в советском и железнодорожном районах, проверила глава Самара Елена Лапушкина. Глава города в первую очередь побывала в тех домах, жители которых жаловались в социальных сетях. А также проверила несколько адресов, которых не было в изначальном графике. О результатах проверки расскажет Андрей Горгуленко. До смены управляющей компании 41-й дом по Старозагоре был как будто бесхозным. Плохо убиралась территория, подъездные козырьки выглядели устрашающе. Жители на общем собрании решили сменить коммунальщиков. И теперь уборку в подъездах им проводят регулярно, а вместе с ней и ежедневную дезинфекцию. Все так, как надо. Висят четко графики. По графикам приходят, убирают. Сейчас даже против вируса нам. Заботятся о своем здоровье жители домов номер 37 по улице Гагарина и 125 по Революционной. Здесь за коммунальное благополучие отвечают ТСЖ. Жители сами решают, кого нанять для уборки подъездов. С тех пор, как началась пандемия, вызывать клининговую компанию стали чаще. А еще сами ежедневно обрабатывают спецрастворами двери, почтовые ящики и лестничные перила. Дезинфекцию проводим. В связи с такой ситуацией убираемся три раза в неделю. Обязательно. Хлоросодержащего обрабатываем. Все поручни, все, как говорится, входные двери, все обрабатываем. Глава города побывала не только в тех домах, чьи жители жаловались ей через твиттер, но и проехала по незапланированным изначально адресам. Кроме уборки подъездов, Елену Лапушкину интересовало, насколько чисты дворы и улицы. В рамках месячника по благоустройству и частные, и муниципальные коммунальные конторы должны до 1 мая привести город в порядок после зимы. Безусловно смотрела территорию, как идет месячник по благоустройству. Конечно, еще очень много замечаний, но тем не менее, видно, что работа проводится. И верю, что справимся в срок. Даже в условиях режима самоизоляции в городе продолжается реализация нацпроектов. Так, по федеральной программе формирования комфортной городской среды, во дворе нескольких домов на Гагарина идет комплексное благоустройство. Жителям отремонтируют внутриквартальные проезды и сделают новые парковочные места. Сейчас обустраивают основание спортивной площадки. Проект оценила и глава города. Ведет будет мини-футбольное поле с антитравматическим резиновым покрытием. По периметру будут ограждения сбоку 4-метровые и за воротами 6-метровые. Будет ворота и баскетбольные кольца. Завершая объезд, Елена Лапушкина посмотрела на место, где высадят Аллею Победы. Деревья посадят к 9 мая около школы номер 116, которая носит имя Героя Советского Союза Ивана Васильевича Панфилова. А летом вдоль аллеи сделают тротуар для прогулок. Андрей Горгуленко, Константин Головин, Василий Колдашов. События. Несмотря на режим повышенной готовности, в Самаре продолжается месячник по благоустройству. В этом году город убирают без участия жителей, только силами муниципальных предприятий. Сегодня коммунальщики приводят в порядок Волжский проспект, красит бордюры, ограждения и урны на одной из главных улиц города. Подробнее расскажет Анатолий Головко. Моют дороги, красят бордюры и убирают мусор. На улицах Самары кипит работа. Службы благоустройства продолжают убирать город после зимы. По словам специалистов, рабочие почти закончили наводить порядок на площади Куйбышева, проспекте Ленина, улицах Гагарина и Полевой. Сейчас они трудятся на Волжском проспекте. Подкрашивают бордюры, ограждения, урны и деревья. Здесь задачи справились более чем на 80%. Погодные условия на этой неделе наконец-то нам позволили работать и днем, и ночью. То есть, если мы раньше могли пылесосить, отрабатывать приладковую часть только днем, так как ночью уходили на минусовые температуры, сейчас мы в полном объеме работаем круглосуточно. Каждый день в городе трудится около 270 человек. Рабочие признаются, их главная задача – привести Самару в порядок после зимы. Трудимся на благо города, чтобы Самара была чистая и красивая. Местные жители уже успели оценить работу коммунальщиков. Здесь прекрасно, в городе вообще замечательно. Молодцы, все прекрасно, все хорошо. Так держать. Набережная выглядит прекрасно. Можно иностранцев приглашать. Уже более месяца сотрудники муниципальных предприятий наводят чистоту в городе. Работа кипит не только на улицах. Постепенно облагораживают и общественные пространства. Специалисты должны справиться с поставленной задачей до конца апреля. Анатолий Головко, Николай Сидоров. События. В Самаре продолжается и комплексный ремонт улицы Победа. По национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Участок обновляют на принципах контракта жизненного цикла. Сейчас в разгаре работы по обустройству плиточного покрытия, когда начнут ремонтировать проезжую часть. На участке от Воронежской до Гагарина узнала Лариса Шалафаст. На улице Победы обновляют тротуары. На участке от Нового вокзальной до проспекта Кирова ежедневно трудятся 25 человек и спецмашины, чтобы оперативно заменить плиточное покрытие. Работы идут по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Начинаем мы с земляного основания, продолжаем с щебеночным основанием. Дальше, как слой пролине, устройство дарнита, нетканого материала, чтобы плитка не просаживалась. Продолжаем песчаным основанием, заканчиваем плиточным покрытием. Плитка используется там, где чаще всего ходят люди. На менее проходимых местах будет асфальт. Позаботились и о водоотведении, поскольку до ремонта местные жители жаловались на большое количество луж от Нового вокзальной до Кирова. Тротуары располагались ниже бортового камня. Теперь недочет устранили. Контракт на ремонт улицы Победы двухлетний. В 2019 году рабочие трудились с опережением графика. Завершили комплекс работы от улицы Елизарова до проспекта Кирова. Далее до Воронежской обновили проезжую часть. Автодорогу продолжат ремонтировать с середины мая. Улица Победы преобразится до улицы Гагарина. Будет отремонтировано порядка 60 тысяч квадратных метров асфальтно-бетонного покрытия. Отремонтировано и устроено вновь. А парковочных мест для автомобиля около 7 тысяч квадратных метров. Отремонтировано газонов на площади 20 тысяч квадратных метров. Отремонтировано тротуары с применением плиточного и асфальтно-бетонного покрытия на площади более 20 тысяч квадратных метров. Подрядчик ремонтирует улицу по контракту жизненного цикла. Он должен не только привести в порядок тротуары дорогу, прилегающую к ней территорию, но и в течение пяти лет следить за их состоянием. За свой счет устранять возникающие дефекты. А также в течение трех лет содержать весь участок. Вместе с улицей Победы начали приводить в порядок улицы Карбышева, а также Фадеева. В Самаре реализуется проект «Улица Победы» нацпроекта «Безопасные качественные автомобильные дороги». В него вошли улицы, которые носят имена героев Великой Отечественной войны или названы в честь Великой Победы. Лариса Шлафас, Николай Сидоров, События. В Самаре открылся еще один центр занятости населения. Учитывая, в каких условиях сейчас приходится работать, в Министерстве струда занятости миграционной политики Самарской области особое внимание уделяет организации приема безработных людей. Центром можно обратиться как дистанционно, так и по предварительной записи. Подробнее Елена Малютина. Отремонтированное здание рассчитано на работу 26 окон. Здесь новая мебель, закуплено оборудование, установлено и табло электронной очереди. Сейчас в условиях сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуации сюда могут обратиться только те, у кого нет возможности подать документы в электронном виде. Александра Кузнецова решила воспользоваться услугами центра занятости впервые. Раньше она работала менеджером по закупкам. Если свободных вакансий по ее специальности не найдется, она готова пройти переобучение. Повторную перерегистрацию через две недели она будет проходить уже дистанционно. В течение 10 дней ее заявку рассмотрят, назначат пособие или предложат свободную вакансию, либо переобучение. Сложилась такая ситуация в мире, скажем так, в нашей стране, что работу сейчас найти тяжело, многие работодатели просто заморозили вакансии. И даже я знаю тех работодателей, кто был в активном поиске, на данный момент просто приостановили. Единственный вариант – это встать на биржу и, соответственно, получать минимальные пособия. Паспорт, диплом, справка о среднем заработке за три месяца с предыдущего места работы, трудовая книжка. Этот пакет документов необходим для подачи заявления. Сотрудники Центра занятости говорят, в последнее время люди чаще присылают заявки на интерактивный портал, поэтому на несколько часов увеличили время работы. Теперь здесь принимают заявления с 8 утра и до 8 вечера. С этими документами гражданин приходит к нам сюда, или подает копии документов, или подает заявление на интерактивный портал, куда прикрепляют фото всех документов. И в течение 10 дней мы рассматриваем полный пакет документов. В течение 9-10 дней мы или признаем его безработным, если полный пакет подтверждается, и выплачиваем ему, если человек имел заработок и имел 26 недель непрерывного стажа, то максимальное пособие в основном это идет 12-130, но в зависимости от его заработка. Очередей в центре занятости нет. Здесь принимают посетителей только по предварительной записи и в назначенное время. Центр обслуживает жителей Кировского, Промышленного, Советского районов. Здесь соблюдают меры предосторожности. В центре занятости населения каждые 2 часа проводится санитарная обработка помещений. Все сотрудники находятся в медицинских масках. Также посетители могут воспользоваться специальным дезинфицирующим средством. Ежедневно в Самарской области по поручению губернатора Дмитрия Азарова проводится мониторинг ситуации. У нас есть статистика каждые 2 часа на 9, на 11 и так далее. И мы смотрим, сколько людей к нам подали заявлений в электронном виде через наш интерактивный портал. Сколько людей пришли лично, потому что мы с этой недели открыли центр занятости. Если до этого они работали только в дистанционном режиме, то с этой недели мы открыли по предварительной записи. Записаться на прием в центры занятости можно через интерактивный портал службы занятости населения Самарской области, который указан на экране, а также по номеру телефона. В случае опоздания талон предварительной записи не восстанавливается. Еще проще подать все документы без посещения центра занятости на этом же сайте и соблюдать режим самоизоляции. Елена Малютина, Константин Головин, События. День открытых дверей в Самарском университете в этом году для неограниченного количества зрителей он проходит в режиме онлайн. Декан и активные студенты рассказывают о факультетах и отвечают на вопросы абитуриентов. Присоединиться к видеотрансляции может любой желающий, причем не только из Самары. За прямым эфиром у одного из самых старейших факультетов Самары математики наблюдала Мария Левина. Анжелика Федосеева с будущей профессией определилась в старших классах. Она решила поступать на математический факультет Самарского университета. В ее жизни сложилось все, как в известной пословице, от ненависти к предмету до любви. В девятом классе у меня были очень сильные проблемы с математикой, а потом как-то, чтобы поступить в лицей, нужно было сдать все экзамены и их дополнительные. Я начала работать, учить математику и как-то у меня прям второе дыхание открылось на эту математику. Я поняла, что это очень интересно и когда, как сказал очень умный человек, если ты знаешь математику, ты можешь знать все. Сейчас Анжелика учится на третьем курсе математического факультета по направлению информационная безопасность. Самому популярному средний балл по ЕГЭ для поступления сюда 225. Математический факультет – один из самых старых в университете. В минувшем году он перешагнул полувековой рубеж. Сегодня здесь учатся 500 студентов. Для этого у них есть все необходимое – современное оборудование, лаборатории и высококвалифицированные преподаватели. За эти 50 лет он как бы стал центром математической жизни региона, потому что у нас сейчас на факультете 9 докторов физико-математических наук. Это большая концентрация для города и региона. Мы стараемся поддерживать связи с ведущими математическими центрами как в стране, так и за рубежом, чтобы быть в курсе передовых веяний науки. О факультете сегодня рассказывают на дне открытых дверей, который в этом году особенный. В режиме самоизоляции все вузы перешли на дистанционный формат обучения и с абитуриентами общаются онлайн. Безусловно, проведение дне открытых дверей в дистанционном формате позволяет собрать большую аудиторию, привлечь школьников не только из Самары или Самарской области, но и из всех уголков страны, рассказать им о себе, о университете, в образовательных программах и ответить на большее число вопросов. Количество зрителей таких трансляций переваливает за 10 тысяч человек. Дни открытых дверей проходят на всех факультетах университета. Ознакомиться с расписанием можно на официальном сайте вуза. Видеотрансляции сохраняются в группах в социальных сетях. Мария Леевна, Сергей Баскин, События. Далее, коротко о других событиях дня. Жительница Новокуйбышевска обманывала туристов, желающих выехать за рубеж. 47-летняя безработная в течение полугода представлялась директором туристического агентства. Получала деньги за путевки и тратила их по своему усмотрению. Таким образом, с четырех жителей города ей удалось получить более 350 тысяч рублей. Сейчас расследование уголовного дела в отношении нее завершено. В ходе следствия женщина частично возместила ущерб на сумму 75 тысяч рублей. Уголовное дело направлено в суд. Самарские таможенники вместе с пограничниками Оренбургской области задержали контрабанду ценного груза. В районе пограничного пункта Мыштакова оперативной группой был досмотрен большегруз, следовавший из Москвы в Алматы. Как выяснилось, в автомобиле перевозили медицинскую марлю 20 рулонов весом 580 килограммов. Этот товар запрещен к вывозу из России. По словам представителей фирмы-перевозчика, о запрете на вывоз медицинской марли они не знали. Составлен протокол об административном правонарушении. Товар будет изъят, соответствующее дело направлено в суд. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что число просмотров нашей программы на Ютьюбе превысило 23 миллиона. Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Оставайтесь дома, будьте здоровы, удачи вам и обязательно увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова